Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Земля. Любая война велась, ведется и будет вестись в конечном итоге именно за землю. И всегда земля была не только целью, но и средством победы. Рвы, подкопы и траншеи роются простым инструментом, например, обыкновенной мотыгой. По-французски мотыга – сапе. Отсюда и пошло название – саперные войска. Да, ошибается сапер один раз, а землю копает всю жизнь. Александр Губенко встретил войну уже зрелым человеком. Инженер оборонки, начальник участка, встроил снарядный цех в Мариуполе. Александр Алексеевич и по сей день остается настоящим прорабом. На войне, как на войне, а на стройке, как на стройке. Без убедительного слова не обойтись. Уже вскоре ему пришлось бросить недостроенный цех и пробираться к своим. Меня хотели выкинуть с машины. На одной остановке выскочил сержант машины с кабины. Говорит, а это что, опять шпиона посадили? Выкинуть немедленно его? Ну, схватили меня на руки и хотели выкинуть прямо с машины. Я вытащил партбилет, вот была магия. Показал ребятам, ребята, какой же я шпион. И объяснил, что вы же сегодня только проехали Мариуполь, а там уже немец. Довезите меня до конца. Ну, действительно, нашлись умные люди, солдаты. Зашеврот меня. Посадили рядом с кабиной в кузов, закрыли и поехали. Бубенко не выбросили и поставили командовать взводом саперов. Сапер на войне – это не только мили. Солдат окапывается сам, а войска окапывают саперы. Противотанковые заграждения, мосты, дамбы, гати и бревенчатые дороги – все это строят саперы. Они же и разрушают. В начале войны немцы наступали настолько стремительно, что саперы нередко просто не успевали строить нормальные укрепления. Летом 42-го года на юге России казалось, что повторяется самое худшее – июль 41-го. Наши войска вновь отступали и вновь попадали под удары неприятеля. Так начиналась Сталинградская битва. Снимите здесь мины, сняли, поставьте тут мины, поставили. Подорвите тот дом, подорвите тот дом. Вот ежедневные задания одни и те же. Подорвите, разминируйте, заминируйте. Вот то, что саперы там делали. Говорят, сапер ошибается один раз. На самом деле это не так. Мелкие ошибки позволительны и саперу. Но большая, настоящая ошибка почти всегда действительно становится последней. Александр Губенко однажды допустил такую, но остался жив. Не чудом, а благодаря спасительному инстинкту и саперской науке. Правда, в тот день было не до наук и теорий. Комбату Губенко пришлось самому идти на разминирование. Уже несколько его солдат подорвались, остальные просто испугались. В тот момент Губенко не думал ни о чем. Ни о нарушении устава, ни о геройстве, ни о трусости. Мысль была одна. Проделать проход в немецком минном поле и обезвредить хотя бы часть проклятых лягушек. Немецкая противопехотная мина-легушка выпрыгивает из земли на полтора метра и разрывается сотнями шариков. Настоящий пулемет, выстреливающий всю ленту мгновенно. Тогда комбат Губенко охватил какой-то охотничий азарт. В этот момент из меня два человека получилось. Один говорит, хватит, дурила. Снял пятьдесят одну штуку, хватит. А другой говорит, да что вас имеешь две-три мины. И я послушал второго. Снял пятьдесят вторую, на пятьдесят третий подорвался. Рука дрогнула, и я возбудил мину. А мина возбуждается, и через четыре секунды взрывается. Я скачал. И тут же упал. И тут же потерял сознание, потому что мина разорвалась прямо надо мной. Мину немецкий сапер поставил правильно. На сотни метров вокруг все было уничтожено. И только азартный комбат оказался в мертвой, точнее, живой зоне. В его шинель впились лишь крошечные осколки от тонкого днища немецкой лягушки. Губенко отделался контузией. Сорок третий год. Холодная зима. Горячее лето. Как говорит сам Губенко, после Сталинграда пришел Курск. Островки укрепрайонов сменились одним сплошным валом. Окопы, противотанковые рвы, минные поля. Землю копали все, от мала до велика. Но мины – это дело только профессионалов. Саму Курскую битву Губенко называет мгновенным Сталинградом. Электрическим замыканием, вольтовой дугой. Саперы, чтобы проверить, можно ли переползти из окопа в окоп, поднимали над бруствером бутылку. Полезную тару тут же разносило в дребезги. Стальной шквал – не метафора, не выдумка кабинетных писателей. Александр Алексеевич знает это на собственном опыте. Сапер, как садовник, все время копается в земле. Что творится вокруг, он не видит. И у любого противника перед сапером явное преимущество – внезапное нападение. Однажды Губенко пришлось столкнуться с немцами в рукопашной. Мы поставили мины и спрятались, укрылись, короче говоря, у траншеи. В это время обходили минное поле мотоциклисты. И пять человек оторвались и наскочили на нас. Нас было четыре человека. Два погибло, а два осталось. Я еще один остался. Оно проскочило, как туман. Как будто бы этого не было. Но случилось так, что мы оказались победителями. Победитель Александр Алексеевич Губенко не помнит всей войны. Она слилась для него в бесконечный саперский труд. Мины поставили, сняли. Мосты построили, разрушили. Отступление, наступление. От большой войны в памяти сапера остались самые яркие, самые страшные и самые счастливые эпизоды. Когда Лев Николаевич Толстого спросили, вы о войне 19-го года, отечественной, все написали? Он говорит, я только черточки поставил. Никто войну не опишет. Тем более сейчас, когда уже осталось нашего брата 3%. После войны саперы продолжали разминировать минные поля, неразорвавшиеся бомбы и снаряды. И в наши дни почти каждый день находят ржавое наследство Великой Отечественной. Для саперов та война продолжается и сегодня. Военное дело прощается с вами на неделю. Мир вашему дому!